Сегодня, в этот день, в 1851 году, американец Исаак Мирит Зингер получил патент на швейную машинку. Главным отличием изобретения Зингера от других швейных машин была ножная педаль, освободившая руки мастериц. Год 1865. Английский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции карболовую кислоту или фенол для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Результаты оказались поразительны. Смертность после хирургических операций упала втрое. В 1887 году появился на свет Эрвин Шрёденгер. Анфелильский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Лауреат Нобелевской премии по физике, член ряда Академии мира наук, в том числе иностранный член Академии наук СССР. В 1936 году Казахстан Республикасы Нембекистырген өнер ғайраткеры Казахстан Республикасы Немелекеттік Силығын Гауреаты Абдарашид Арон Мудын егелді. В 1903 году семей болиғанды хуаттылығы 400 килотоналық термониядарлағы жарылыша салды. В 1937 году Алматыда Казахцеркен ғаймараты салып бәтті. В 1991 году вышел пятый студийный альбом группы «Ниталика за Блэк Альбом». Пластинка 16 раз получала статус платиновой от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. В 2012 году Лондондағы олимпиады ойындырын бокс жарыстарының ақты кезеңді 69 келеге дейінгі салмақтар есінді шыққан бокс жүстерк Сапиев. Казахстан құрамасы үшін кезеңді алтын медальды олжаларға болатын. Мені құрмет түрімендер бүгін тарихпеттерін осындай атаулы елөлігіндер мен істе қалды. Итак, дорогие друзья, сегодня, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях Сакен Исаков. Доброе утро. Искаков, извините. Директор филиала страховой компании «Намат» в городе Семей. Айргын, көш келді? Сегодня мы будем говорить о страховании, о страховании и все, что с этим связано. Если у вас какие-то вопросы возникнут, можно будет позвонить в прямой эфир по номеру телефона 53 15 64 и задать эти вопросы сегодня нашему гостю. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. У меня такой вопрос, что у многих казахстанцев слово «страховка» вызывает ассоциации с обязательной страховкой с транспортного средства. Но ведь бывают разные виды страхования. Вообще в страховании в нашей компании имеется лицензия на 7 видов обязательных и на 18 добровольных видов. В основном люди понимают только вот это вот страхование автомобиля, потому что это обязательный вид и он регулируется законом и проверяется в основном дорожной полицией. Поэтому она так востребована. Поэтому у всех на слуху и понятно, что основной это гражданская правовая ответственность владельцев транспортных средств. Эта страховка предусматривает гражданская правовая ответственность перед третьим лицом. Если происходит дорожно-транспортное происшествие, выплаты производятся третьему лицу пострадавшему. В данном случае страховая компания, где застрахована ответственность владельцев транспорта, оплачивает ущерб пострадавшей стороне. Поэтому она так востребована. Ну какие виды страхования сейчас казахстанцы? Какими видами страхования пользуются? Ну в основном пользуются это вот страхованием транспорта. Но попутно есть при происшествии происходит выплата пострадавшей стороне. Но в данном случае страдает и автомобиль владельца, который причинил ущерб. Для этого есть страховки, каска, в народе там просто иногда говорят обоюдка. Но это отдельный вид страхования, добровольный. Это надо самому заключить этот договор. И при наступлении страхового случая выплата производится и пострадавшей, и виновной стороне. Виновной уже в добровольном порядке. Виновной уже в основном пользуются и пострадавшей. Вопрос в том, что мы говорим о «Сақтандыры жүйесе» Какая-то «Сақтандыры жүйесе» в последние годы? Когда мы говорим о «Сақтандыры жүйесе» В yarn64-ш Wilогонб pathways был в последние годы Первый год мы стараемся и используем документы И создад Const irakойсты Шам Woold Сакен Ляббиевич, расскажите нам, какие виды страхования бывают помимо страховки, транспортных средств еще? Бывает КАСКО, это добровольное страхование автомобильного транспорта, воздушного транспорта, судов, железнодорожного транспорта. Есть ответственность перевозчика перед пассажирами, это при наступлении страхового случая, если пассажир пострадает, происходят всякие катастрофы, вагоны сходят с рельсов, все это оплачивается по ответственности перевозчика перед пассажирами. Если вы хотите, чтобы вы могли посетить автомобильный транспорта, то есть, как очень много человек, однако как он любит автомобильный транспорта, то есть, безвольный транспорта, что обеспечивает. Таким образом, пожалуйста, в overwhelmedalenсти, ТОльп modal jullie allen больше? В основном, если вы тут niet baseball initiate значительно соревнования на Masterkin, понимаете, что кто-то выбрал? Максимально в мире 600 мэрэпы. Машина 600 мэрэпы? Да, не только машина. Кебрилеры столб кағы, брекш столб кулайд, забор кағат, иудесын, 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 иудесын. А мы знаем, что услуга страхования сейчас достаточно развита во всех странах, но по данным Нацбанка Республики Казахстан, люди не так часто страхуют свое имущество в Казахстане. С чем это связано? Ну, просто когда смотришь телевизор, и вот у меня так получилось, я смотрел передачу на одном канале, и показывают Америку, прошло какое-то торнадо, стоит человек, трехэтажный дом, пострадал полностью. И его слова, я вот сейчас в страховую компанию обращусь, получу деньги, или построю новый дом, или перееду в другой штат. А тут же переключаю на казахстанский канал, и там показывали, по-моему, Тарас, размыло дом, дом этот развалился, и человек говорит, вот дом пострадал, кто мне поможет, и вот такая вот ситуация. Вы имеете в виду, что не застрахованный дом? Да, не застрахованный, и вот такой культуры страхования нету, это добровольные виды из всего общего числа составляют 18-20%. И то это в основной массе, это требования банка, как выгодоприобретатели, при наступлении страхового случая, человек остается без денег, без имущества, страховая компания закрывает за него кредит, и получается, банк не страдает. И условия кредита там они заставляют, вроде как бы, ой, заставили это все там, а при наступлении страхового случая, получается, что вот он, как Ильф и Петров сказали, ничто не ценится, не стоит так дешево, как страховой полис, и не ценится так дорого при наступлении страхового случая. Ну, с чем же все-таки связано это вот такое нежелание, нежелание, даже слово это нельзя, потребить казахстанцев, застраховывать свое имущество все-таки, в отличие от западных стран? На Западе львиная доля доходов уходит на страхование, на медицинское, на имущественное, и, соответственно, там и выплаты другие, принцип обслуживания по страховому случаю. У нас тарифы, в принципе, кажется, дорого, но когда наступает случай, мы же выплачиваем в разы, в некоторых случаях, если смертельный случай, там до 2000 МРП по каждому пострадавшему, но это иждивенцам. Потом по имуществу, с учетом амортизации, и тогда у людей не возникает вопросов, что страховка дорогая. А вот в обыденной жизни они все, ой, так дорого, хотя, например, застраховать дом стоимостью приблизительно 5-6 миллионов, это обходится меньше 10 тысяч. Это вы сейчас называете сумму ежемесячную? Нет, это годовая сумма оплаты за страховку, и в пределах 10 миллионов, если вы застраховали свой дом, вы можете получить эти деньги. У нас есть 10 миллионов, если вы застраховали свой дом, вы можете получить эти деньги. Какие деньги? Нет, это не так. У Шайтанда страховая сумма не может превышать действительную стоимость, поэтому цена должна быть адекватной. Вот какие случаи, давайте вот так вот перечислим, вот именно недвижимому моему сейчас касаются, которые оплачивает страховка? Ну, на моей практике очень много случаев, когда вот сгорела квартира, дети были дома, и после предоставления всех документов была выплачена полностью сумма. Стоимость квартиры? Ну, в принципе, квартира-то осталась по имуществу, которое по пострадавшему. Были случаи, когда дорогой автомобиль был застрахован добровольно, и его подожгли, и страховая компания выплатила ту сумму, которая в данный момент стоила автомобиль. Еще какие? Вот пожар мы определили. Еще что может случиться, что страховка покроет? Ну, стихийные бедствия, затопление, канализационный, водопроводный, любой. Ответственность перед соседями. Можно застраховать не только свою квартиру, можно застраховать свою ответственность перед соседями, что вы кого-то затопите. Бывает же случай, уехали, и что-то произошло. Вот это очень интересный вид страхования, потому что даже, я думаю, немногие знают. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, 53-15-64, номер прямого эфира в студии, мы с радостью ответим на эти вопросы. Давайте вот этот вопрос затронем. У нас вот корректно будет спросить, вот статистика по городу, часто страхуют, вот этот вид страхования используют? Вообще, из практики, то, что я работаю много лет, и это, ну, не так много, наверное, но, в принципе, для Казахстана это как бы приличное время, потому что все помнят гостстрах, потом развал, и потом организовалось было много компаний. Сейчас просто Национальный банк регулирует, укрупняет, потому что чем крупнее компания, тем она, у нее больше возможности взять больше на себя рисков, не перестраховывая где-то. Поэтому, ну, поменялось у людей мышление. Есть такие люди, и когда я спрашивал, почему вы страхуете свое имущество, они говорят, нам есть что терять. В принципе, каждому человеку есть что терять, и единственный способ – это застраховать свое имущество. По автомобилям, я вам скажу, что читали отзывы, какая система охраны лучше, то, сё там, и в результате внизу идут комментарии. Самое эффективное – это застраховать свой автомобиль, потому что любую машину угнать могут, в любое время, там, тянуть камень, упасть с дерева, всякое разное может случиться. Это вот актуально, когда падают деревья, и потом уже человек не знает, что делать, куда обращаться, и куда вообще идти за помощью, а автомобиль потерян от того, что упало дерево. Это тоже страховой случай? Конечно, страховой случай. Я сам просто столкнулся с такой системой, что приехал в гости, и соседское дерево такое большое упало, и в результате хорошо я перегнал его, и заднее стекло мне сломало, последняя ветка, вот она сломала заднее стекло, я как бы расстроился, а потом подумал, а если бы я не перегнал? И после этого я все время добровольно страхую свой автомобиль, и от любых случаев, потому что в жизни, если не ты, то тебя кто-то. Как вы думаете, что в храме у нас есть, как у нас есть два вида страхования. Это общие страхования тем, что мы занимаемся. Это в основном делается на год. Есть накопительное страхование. У нас две компании. Намат Иншуранс – это общее страхование. Плюс Намат Лайф – это страхование жизни. Это долгосрочное. Как в советское время страховали детей, и есть разные программы там, ну сейчас более-менее так упростили, но это подразумевает, если вы страхуете детей, вы же деньги эти платите, и эти суммы накапливаются, потом идет там инвест-доход, потом идет, это вот как депозит, депозит у вас в банке лежит, вы докладываете, и вам там инвест-доход идет. Здесь же, помимо этого еще, идет то, что если с вами что-то случается, вам производится дополнительная выплата по несчастному случаю, если с вами что-то происходит, и вы не можете платить, вам выплачивать полностью всю сумму инвест-доход, не дожидаясь окончания срока действия договора. Давайте вот эти два примера рассмотрим еще раз, накопительный и общее страхование. Ну, накопительный это другой вид, это вот компании по страхованию жизни, они отдельные, это у них регулируется, у них долгосрочные, на 15 лет, на 20 лет, и в зависимости от каждого человека он сам выбирает эту сумму. По общему страхованию оно регулируется законами, там есть обязательные виды, и в основном заключается на год, но иногда бывает на 2-3 года, в зависимости, если это кредит, он взят на 5 лет, там можно будет сделать там и на 5 лет, но это оговаривается. В основном на год, через год пролонгируется и делается новый договор, потому что условия меняются, многие страхуют на сумму залога, и соответственно действительная стоимость выше, залоговая меньше, но мой совет всегда страховать на действительную рыночную стоимость. Не дай бог, что-то произойдет, поэтому будет выплата в полном объеме. Там в страховании очень много нюансов, и когда вы заключаете договор, надо все вопросы эти все выяснять в самом начале. Поэтому, поэтому... Абсолютно. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...